Члены клуба «Активное долголетие» возвращаются к привычному образу жизни. Встречи в онлайн-формате остались позади. Участники проекта занимаются спортом и в зале, и на свежем воздухе. За тренировкой по скандинавской ходьбе наблюдала наша съемочная группа. Перед тем, как приступить к спортивной прогулке, небольшая разминка. При скандинавской ходьбе задействованы практически все мышцы. Важно подготовить их к предстоящей тренировке. Пять, шесть, семь, восемь. Отлично! Занятия на свежем воздухе и в компании единомышленников. По такому формату либеретская команда изрядно соскучилась. Во время пандемии друг друга приходилось видеть только через экраны смартфонов. Я считаю, что благодаря онлайн-тренировкам мы смогли поддержать в наших спортсменах достаточно хорошую физическую форму. Ну вот вы видите, сейчас они занимаются очень активно. Причем, если спросить возраст, то в этой группе, которая сейчас за нашей спиной занимается, люди 80+. Скандинавская ходьба – это то спортивное направление, где возраст не помеха. Напротив, для укрепления здоровья и хорошего самочувствия. То, что надо. Я сегодня занимаюсь, наверное, вот сегодня седьмое или восьмое посещение. И во время ходьбы я в себе чувствую, хорошая у меня нагрузка, самочувствие хорошее. Потом приходится отдыхать. А Надежду Нечипа скандинавская ходьба вылечила от периартрита. Занимается третий год подряд. Большой перерыв был в 2020-м. Но и тогда спортсменка не расслаблялась. Я дома занималась, делала упражнения. Ирина Викторовна тоже по зуму показывала упражнения. Это лично первый взгляд. Скандинавская ходьба кажется фитнесом для ленивых. На самом деле, чтобы тренировка была эффективной, нужно соблюдать технику. Правая рука, левая нога – это первая. Вторая – руки прямые. Выводятся не очень высоко до уровня пупка. Сзади рука отводится назад. И мы толкаемся палками. Люберецкая команда «Торпедо. Северная ходьба» объединяет 70 человек. По понедельникам и пятницам группа спортсменов преодолевает на свежем воздухе несколько километров. Занятие и степень нагрузки каждого из них контролирует тренер.